Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить выгрузку лидов из Facebook в необходимую вам систему по Webhook. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Facebook. Теперь необходимо указать действие. Если вы хотите получать новые лиды по формам лидогенерации, выбираем действие загрузить лиды. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к системе Apex Drive. При подключении вам необходимо кликнуть изменить настройки и отметить рекламные страницы, к которым вы предоставляете доступ. Я рекомендую отмечать галочками сразу все рекламные страницы, для того чтобы у вас была возможность далее работать с ними. Галочки доступа также оставляем все включенными. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. Теперь вам необходимо указать рекламную страницу, на которой у вас запущены формы лидогенерации. Если вы хотите передавать лиды сразу по всем подключенным формам, оставляйте «Да» подключать все текущие и новые формы. Если вы хотите передавать данные по конкретным формам, выбирайте «Нет» настроить формы индивидуально и отмечайте необходимые формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы увидите данные по одному из лидов. Если у вас еще не запущена реклама или реальных лидов нет, то будет отображаться пример, как сейчас на экране. Я рекомендую дождаться реального лида, либо сгенерировать его вручную. После этого кликните «Загрузить тестовые данные из Facebook» и когда реальный лид появится на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. На этом этапе необходимо указать действие. Отправка данных. Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать URL для отправки данных, на которые будут приходить данные при каждом новом лиде из Facebook. Для того чтобы проверить как это работает, сгенерируем такой URL в системе Apex Drive. Для этого необходимо будет создать еще одну связь и в источнике данных указать систему Webhook, которая предоставит нам URL для приема данных. В системе, куда вы планируете передавать данные по лидам, необходимо будет сгенерировать ссылку, которая будет выглядеть примерным образом. После того как у вас будет этот URL, его необходимо вставить в соответствующее поле при подключении Webhook в приеме данных. Когда виртуальный аккаунт Webhook создан, кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо выбрать тип отправки, а также составить названия переменных, которые будут отправляться в вашу систему приема. Для того чтобы узнать, какие именно названия полей нужно передавать, обратитесь в службу поддержки той системы, в которую вы планируете отправлять данные по Webhook. Я же добавлю названия переменных для примера. После того как вы указали название переменной, необходимо добавить ее значение из выпадающего списка. Чтобы появилась еще одна пара значений, кликаем добавить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... После того, как все названия переменных и значения указаны, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный вебхук при каждом новом лиде. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в вебхук». После успешной отправки перейдите в систему, куда вы передаете данные и проверьте результат. В данном случае мы перейдем в систему Apex Drive и подгрузим тестовые данные в источники. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом настройка приема данных вебхук успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. Тестовую связь, которую мы использовали для получения вебхук в источнике, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!